Транспортные коллапсы А вы в курсе, что в краевой столице в решении проблем с пробками будут использовать опыт Финляндии, страны, которая славится своей умной транспортной логистикой. Здравствуйте, в эфире программа «В курсе» и я, Ольга Десятого. В этой студии мы обсуждаем вопросы, которые так или иначе затрагивают интересы всех сочинцев. Ну, в Сочи, конечно, пробок в разы меньше, чем в Краснодаре, но, тем не менее, они есть. И вот решать этот вопрос, вопрос заторов, помогает в том числе оптимизация маршрутной сети и ремонт дорог. Эти вопросы мы сегодня обсудим в нашей студии с директором Департамента транспорта и дорожного хозяйства администрации города Сочи Юрием Усачевым. Здравствуйте, Юрий Александрович. Рад вас видеть в нашей студии. В этом году на ремонт дорог была выделена очень большая сумма. Хотелось бы узнать, о каких конкретных цифрах идет сегодня речь и в связи с чем город-курорт получил такие деньги. Ну, я хочу сказать сначала о деньгах, как вы спросили. В этом году у нас субсидии с края составили 364 миллиона с небольшим. Здесь очень все просто. Есть программа краевая в Министерстве транспорта и дорожного хозяйства администрации края. По этой программе, в принципе, в ней могут участвовать все муниципальные образования. Ну и, конечно, наш город тоже проявил активное участие. Мы подали заявку, соответственно, получили право воспользоваться этой субсидией, благодаря которой у нас, вы правы, абсолютно было отремонтировано в этом году, в том числе в этом году, достаточно большое количество дорог. Ну и, конечно, здесь в любом случае эта программа уже не первый год действует, третий. И здесь, конечно, большое спасибо и от всех сочинцев, я думаю, в том числе администрации нашего края, нашему губернатору Венемину Ивановичу Кондратьеву за то, что есть такая программа, в которой могут участвовать муниципальные образования нашего края по ремонту дорог. А чемпионат мира по футболу сыграл какую-то роль в том, что... Ремонт и дорог, вы знаете, что у нас ведутся, как я уже сказал, третий год, они ведутся достаточно активно, объемы выполненных работ, они немаленькие. В прошлом году, например, у нас сумма финансирования по ремонту дорог, именно по краевой программе составила более 500 миллионов, в этом году чуть меньше, 364. Ну вот, надеемся, что следующий год у нас будет тоже достаточно активным. А все-таки о масштабах хотелось бы поговорить. Есть какие-то цифры в километрах, в квадратных метрах, чтобы понимать, насколько глобально вообще все работы? Конечно. На данный момент у нас всего, получается, запланировано было ремонт дорог 40, то есть 40 автомобильных дорог, 40 улиц нашего города, которые требовали ремонта. На сегодняшний день уже выполнен ремонт 39 объектов. У нас осталось закончить ремонт на улице Тимашевской, в Вальдерском районе. Я думаю, что эти работы будут закончены до конца этого месяца, октября. И, соответственно, в общей сложности по итогу проведенной работы у нас будет отремонтировано более 45 километров дорог. Также бы хотелось отметить, что помимо краевой программы, также выделяясь деньги с нашего местного бюджета городского, эти деньги у нас выделялись на те улицы, которые не требуют ремонта в полном объеме, а требуют, ну, то есть частично какой-то участок улицы, либо дороги. Поэтому этот ремонт у нас проводился на участках дорог. И общая площадь ремонта у нас составила порядка 89 тысяч квадратных метров. То есть тоже приличный объем. И, соответственно, те улицы, которые более-менее в нормальном состоянии, ну, где-то какие-то участки требовали ремонта, они на данный момент находятся 100% нормативным состоянием. Насколько я понимаю, те дороги, которые были отремонтированы по краевой программе, там была проведена реконструкция, можно сказать. Реконструкция в этом году. У нас только одной дороги идет, это улица Инжирная. Все остальные дороги у нас были, работа на них проводилась в рамках ремонта, ремонта дорожного полотна. Поэтому реконструкции у нас по всем улицам, мы так говорить не можем, не было. Вот, но тем не менее, да, улица Инжирная у нас тоже сейчас, кстати, по ней ведутся работы, это по отдельному контракту, именно по реконструкции улицы Инжирная. Там появится у нас и освещение, которого не было на этом участке улицы, и, соответственно, ливневый коллектор, которого тоже сейчас там нет. То есть это уже в рамках реконструкции. Но развитие сети дорог, ремонт существующих и строительство новых – это важнейший вопрос не только логистики, но и экономики края, уверен губернатор Кубани Вениамин Кондратьев. Так, например, новая развязка на участке федеральной трассы М4 Дон не только в пять раз увеличит пропускную способность. Это часть большого транспортного коридора. Давайте посмотрим сюжет. Символическую красную ленту сегодня вместе с руководством Росавтодора и компанией-строителем разрезал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Глава региона поблагодарил дорожников за качественную и быструю работу. Транспортная артерия связывает центральную часть России с югом страны, поэтому ее расширение стало важным этапом в развитии не только логистики, но и экономики края, уверен Вениамин Кондратьев. Это часть большого транспортного торгового коридора, по которому Россия осуществляет свои торговые отношения с другими странами. Благодаря тому, что сегодня мы открываем эту развязку, пропускная способность машин на этом участке увеличивается в пять раз. Я, конечно, хочу сказать слова огромной благодарности правительству России за поддержку транспортной инфраструктуры нашего края, Сергею Валентиновичу Кельбаху лично за неустанный и постоянный контроль и взаимодействие за состоянием дорог в нашем регионе. Друзья, у нас тесные партнерские отношения. Дороги широкие, комфортные, качественные. Безусловно, часть экономики нашего региона. Но, наверное, самое главное – это часть комфортной, удобной жизни и для жителей нашего края, и для многотысячных гостей, которые приезжают на своем автотранспорте в наш регион. На реконструкцию развязки ушло чуть больше двух лет. Руководитель Росавтодора отметил, что все работы были выполнены в заявленные сроки. Специалисты построили путепровод, полностью сменили дорожное полотно, восстановили съезды. Летом только за день здесь проезжало 90 тысяч автомобилей. Убрать заторы с этой развязки было стратегической задачей строителей. Они уверены, проделать такую масштабную работу удалось благодаря четкому взаимодействию. Мы работали как одна команда. И администрация края во главе с губернатором, и коллектив команды госкомпании, и коллектив акционерного общества «Дон Аэродорстрой». Вот когда все участники процесса в едином порыве, координируясь друг с другом, преследуя одну единственную цель, максимально короткие сроки выдать качественный продукт, всегда получается хорошо. Для нас этот объект, это как вишенка на торте, наверное, окончание эпопеи большой, которая началась в 2015 году. Мы всегда чувствовали поддержку и плечо руководству края в лице Венемина Ивановича, который регулярно приезжал на планерки, помогал. У нас были такие побочные совещания. Министр транспорта Российской Федерации прилетал. Руководству государственной компании Сергея Валентиновича. Мы чувствовали всегда поддержку и действительно вместе осилили очень большой, серьезный объект. Главными героями сегодняшнего дня стали, конечно же, рабочие. На торжественной церемонии вручили благодарности за качественную и оперативную работу. Ремонт затронул наверняка не только центральную улицу, но и какие-то, может быть, внутриквартальные проезды, переулки, дороги в совхозах в наших селах. Расскажите об этой работе. Конечно. Вот я хочу сказать, что я назвал цифру, что у нас по краевой программе в этом году до конца октября мы закончим последнюю улицу и будет выполнен ремонт 40 улиц. Из этих 40 улиц 22 улицы. Это наши улицы в наших сельских округах, в наших селах. Мы все знаем прекрасно, что в городе Сочи их большое количество. Я имею в виду именно поселков, сел, аулов и так далее. Вот в прошлом году мы отремонтировали более 50 улиц именно в сельской нашей местности. Поэтому этому, конечно, уделяется очень большое внимание. Здесь мы ни в коем случае не забываем про наших горожан, как в селах, так и в городской черте. Ну, впрочем, строить и ремонтировать в крае необходимы не только автодороги. Краснодарский край намерен совместно с РЖД развивать проекты по строительству и реконструкции магистралей. Об этом губернатор Кубани Вениамин Кондратьев говорил на прошедшем Сочи железнодорожном форуме. Форум про движение 15-20 проводили на курорте впервые, но аудиторию он собрал внушительную – более 1100 участников из 16 стран. Главными темами форума стали развитие транспортных коридоров, международное сотрудничество и ускорение грузопотоков. В рамках деловой программы представители транспортной отрасли, государства, инвесторы и эксперты обсуждали пассажирские перевозки, цифровизацию транспорта, а также перспективы высокоскоростных перевозок по России и в мире. Мы сегодня вплотную приближаемся и начинаем работать над высокоскоростным движением, который должен привнести в железную дорогу совершенно новые принципиальные доселе неизвестные нам управленческие и технологические решения. На Кубани до 2025 года, согласно госстратегии, запланировано строительство двух высокоскоростных ЖД-магистралей. Губернатор Краснодарского края Венемин Кондратьев, который в рамках открытия поприветствовал участников железнодорожного форума в Сочи, отметил, что регион заинтересован в развитии сети железных дорог. Необходимо создавать новые магистрали и проводить реконструкцию уже существующих. Во многом определенные отрасли экономики регионов зависят напрямую от эффективности работы железнодорожного транспорта. Для Краснодарского края, в первую очередь, это миллионы туристов, которые приезжают на побережье Черноморска, побережье России, на железнодорожном транспорте. Это многомиллионные тонны грузов, которые доставляются в Краснодарский край и в порты Краснодарского края железнодорожным транспортом. А вот что касается горожан, учитывалось ли их мнение при выборе, что начать ремонтировать в первую очередь? Что может подождать? Какие дороги требуют ремонта незамедлительно? Конечно. У нас все, по сути дела, объекты, которые мы планируем к ремонту, конечно, планируются у нас на будущий год. Сейчас у нас уже есть понимание того, что мы будем планировать в следующем году. Этот перечень пока еще может, конечно, корректироваться, но тем не менее он уже есть. Такие списки или перечни объектов, которые подлежат ремонту, которые мы планируем ремонтировать, они у нас образуются, во-первых, в связи с поручениями губернатора нашего края Венемина Ивановича Кондратьева, поручениями главы. Эти поручения, конечно, у нас появляются именно благодаря обращениям наших жителей, в том числе наших руководителей и края города. И, безусловно, здесь, поверьте, ни один объект, ни одна улица не ремонтируется без пожелания жителей, в первую очередь. Но ремонт дорог, конечно, может быть разным, капитальным, ямочным, но самое главное, он должен быть своевременным, акцентирует губернатор Кубани Венемин Кондратьев. С проблемой плохих дорог нередко жители Кубани обращаются к губернатору на приемах граждан. Давайте послушаем мнение Кондратьева на этот счет. У меня, в первую очередь, вопрос к коллегам, почему мы доводим улицы до такого состояния, а почему вовремя их не ремонтировать, и тогда мы не будем огромные-огромные деньги тратить уже на капитальный ремонт. А не проще ли просто подходить к текущему ремонту более качественно? И тогда бы мы не допустили такого коллапса. Вот тоже есть вопрос системного подхода. И своевременно принятые меры дорожника, или кто отвечает за дорожное хозяйство, они бы не привели уже к капитальным ремонтам. Ну, теперь хотелось бы поговорить об оптимизации маршрутной сети, которая запланирована уже на начало 2019 года. С 1 января некоторые автобусы будут отменены, появятся какие-то новые маршруты. Вот можно подробнее об оптимизации, для чего она вообще нужна, и не скажется ли это как-то отрицательно, может быть, или наоборот положительно на качестве жизни Сочицы? Ну, во-первых, очень много разговоров по этому поводу, очень много переживаний у наших жителей. Здесь я хочу просто повторить, что Департамент транспорта и дорожного хозяйства города Сочи, я лично всегда открытый для общения. В любой день, в любой момент мы уже общались с общателями ТОС в районах нашего города. Вот начиная буквально с этой недели, мы продолжим это общение, еще раз пройдем по всем администрациям нашим районным, для того, чтобы собрать там именно представители ТОС, активную общественность, и еще раз объяснить и пояснить, чтобы снять все любые вопросы, связанные с этим. Теперь, что касается оптимизации. Три основных критерия, которые мы подразумеваем под этим словосочетанием, оптимизация маршрутной сети в городе Сочи. Первое, продление тех маршрутов, которые уже существуют, к которым привыкли наши жители и даже гости. У нас есть сейчас уже много микрорайонов целых в Сочи, где, соответственно, заселились какие-то многоэтажные дома, а, соответственно, ниже большое количество людей, в том числе и пожилых, и молодых людей, мамочек с колясками и так далее. Поэтому продление некоторых маршрутов, оно просто необходимо. Это первое. Второе, то, что в рамках оптимизации у нас появятся новые маршруты. Например, у нас будет, я приведу буквально 2-3 примера, гораздо больше. У нас будет ходить общественный транспорт по улице Пятигорска, которого там не было никогда. У нас пойдет общественный транспорт на улицу Пирогова, где его не было никогда. У нас появится маршрут, например, из центра Сочи в Головинку. То есть для жителей Головинки и Латвийского района, вот именно в его части, скажем так, в Южное, это очень актуальный маршрут. И эти маршруты у нас появятся в том числе благодаря, скажем так, и просьбам, и пожеланиям, и обращениям тех граждан, которые более или менее активны, были за последние два года. То есть мы знаем, что это востребовано. И третий критерий, который тоже, я считаю, одним из основных в оптимизации маршрутной сети, это мы будем убирать дублирующие маршруты. И приведу несколько примеров. У нас, например, по улице Горького, вы знаете, это центральная часть города, это улица, на которой находится наш железнодорожный вокзал в Сочи, автовокзал. У нас в час на сегодняшний день, в соответствии с той маршрутной сетью, которая существует, проходит порядка 250 единиц транспорта, именно общественного автобуса. И, кстати говоря, я знаю, что очень многие переживают, и даже в наших сетях, там, интернет, на каких-то сайтах обсуждают эту тему. И вот говорят, что мы планируем уменьшить количество подвижного состава. У нас на сегодняшний день в городе ходят более 850 автобусов в соответствии с расписанием, на линии находятся. Мы поэтапно в течение 2019 и 2020 года эту цифру хотим уменьшить до 690. Так вот, в сетях много говорят о том, что, ну как же так, у нас идет речь о том, что город вырос, прирост населением, у нас город стал круглогодичным курортом, и к нам идет большое количество отдыхающих. И вроде бы, по логике вещи нужно увеличивать количество подвижного состава, а мы его планируем уменьшить. Я хочу успокоить всех и сказать, что, поверьте, здесь нужно просто правильно понимать вопрос. Вот из тех 850 единиц транспорта, которые выходят сегодня на маршрутную сеть, у нас почти 70% это транспорт малой вместимости. Это то огромное количество автобусов типа Hyundai County, которые мы видим на наших городских улицах, они маленькие, они без кондиционеров, они морально и физически устарели. И, соответственно, при оптимизации маршрутной сети наши перевозчики обновят подвижной состав на автобусы большей вместимости. Это будут автобусы средней и большой вместимости. Во-первых, они будут уже новые, во-вторых, они будут оборудованы и кондиционерами, и аппарелями для наших маломобильных групп населения. Обязательно будет, как минимум, в задней части автобуса низкий пол, что позволит более удобно заходить пожилым людям, людям с колясками, тем же нашим мамочкам, молодым и так далее. Так вот, за счет того, что у нас изменится качество подвижного состава, я имею в виду, еще раз-то подчеркну, в сторону увеличения его вместимости. Количество этих транспортных средств у нас будет меньше, а возможность перевезти большее количество пассажиров, ну, она безусловная. Поэтому здесь я бы очень просил наших жителей, которые активно это обсуждают в наших интернет-ресурсах, лучше эти вопросы задать напрямую в департамент транспорта, получить на них ответы. И я уверяю вас, будет только лучше. Наверняка такая оптимизация, она еще скажется и на том, что у нас заторов станет меньше на дорогах. Конечно, мы об этом и говорим, потому что хоть общественный транспорт, хоть личный транспорт, это все-таки транспорт, который ездит по нашим дорогам. У нас станет меньше заторов, у нас, я уверен, станет лучшая ситуация на наших автобусных пунктах. Потому что тоже сейчас мы в часы пик видим, что просто огромное количество автобусов может скопиться, опять же, в связи с тем, что много и дублирующих маршрутов и так далее. На наших автобусных пунктах, ну, это будет гораздо, как бы, лучшая ситуация, безусловно. Ну, что касается все-таки частных перевозчиков, они спешат обновлять свой подвижной систем? Ну, они не то чтобы спешат, они просто обязаны это будут сделать, потому что я просто напомню, мы уже говорили об этом не раз, что у нас заканчивается срок действия договора на осуществление перевозок по нашим муниципальным маршрутам общественного транспорта в этом году. Соответственно, мы проводим новый конкурс, начинаем новую жизнь с нового листа, ну, надеюсь, нашими перевозчиками. И, соответственно, все, безусловно, понимают, что по условиям этого конкурса, по условиям того контракта, который будет заключен, придется обновить подвижной состав. У нас недавно была презентация, ну, возможных вариантов тех автобусов, которые будут ездить в ближайшем будущем в нашем городе. На этой презентации был и глава города Анатолий Николаевич Пахомов. Соответственно, поставлена задача перед нашими перевозчиками, перед Департаментом транспорта и дорожного хозяйства обновить состав полностью до, скажем так, начала летнего сезона, то есть до 1 июня следующего года. Но эта работа, она начата уже сейчас. До конца этого года у нас, я думаю, что обновление подвижного состава будет, ну, примерно процентов на 30-40, может быть, даже больше. Ну, и, соответственно, постепенно мы придем к тому, что к лету у нас уже будет полностью обновлен подвижной состав именно у наших частных коммерческих перевозчиков. И я еще раз подчеркну, речь идет об обновлении, замене, скажем так, подвижного состава малой вместимости на автобусы средней и большой вместимости. Ну, и, Юрий Александрович, за решение нашей программы не могу не спросить о ценах на проезд. Ждать ли нам повышение стоимости проезда? Если ждать, то когда? Ну, к сожалению, конечно, здесь нужно понимать, что да, у нас будет поднятие тарифа нашего городского. Вы знаете, у нас есть городской и перегородный тариф. Что касается городского тарифа, я думаю, что ориентировочно он поднимется до 26 рублей. Это у нас произойдет с нового года. Ну, здесь причины, я думаю, понятны будут всем, потому что все мы видим, что у нас выросли цены на топливо буквально за короткий промежуток времени. Там, последние полгода, ну, значительно. Вот, поэтому плюс мы, конечно, все-таки просим наших перевозчиков заменить подвижной состав. Это тоже определенные капитальные вложения. Поэтому здесь поднятие тарифа, ну, неизбежно. В первую очередь, я подчеркну, это обусловлено тем, что у нас просто выросли цены на топливо, соответственно, на смачные какие-то материалы, там, масла, запчасти и так далее, и так далее. И это с одной стороны. С другой стороны, хочу просто обратить внимание, что у нас тот тариф, который существует на сегодня, он ниже, чем в других городах нашего же края. Поэтому это что касается городского тарифа. Что касается тарифа на наших пригородных маршрутах, то он просто у нас уравняется между всеми перевозчиками. Допустим, что касается нашего МУП Сочи Автотранс, то поднятия тарифа не будет. Что касается наших частных перевозчиков, вы знаете, что там тариф несколько пониже, он просто будет такой же, как у нашего МУП Сочи Автотранс. Еще бы хотел обратить внимание, что именно в рамках оптимизации маршрутной сети мы меняем тарифную сетку. Например, для жителей Лазаревского района появится возможность проезда по городскому тарифу. То есть мы делаем много тарифным тот или иной маршрут. Это в первую очередь большой плюс для тех наших категорий граждан, которые имеют право льготного проезда. Если на пригородном маршруте у них не было возможности воспользоваться этим, то на городском это возможность появится. Я думаю, что это большой плюс. Будем надеяться, что маршрутная сеть и оптимизация оправдает себя. И сочинцы будут, я думаю, готовы платить за комфорт в новых обновленных автобусах. Все когда-то меняется и, безусловно, нужно, чтобы любые изменения были только в лучшую сторону. В нашем городе за последние годы очень много изменений происходит. Я думаю, что все согласятся со мной, что в части дорог стало гораздо лучше. У нас город с хорошими дорогами. Все гости, которые приезжают, безусловно, это отмечают. И те наши жители, которые уезжают в других городах, тоже могут это отметить. Поэтому уверен, что и в транспортной отрасли у нас тоже будут только лучшие изменения в лучшую сторону. И вам удачи в работе. И спасибо большое за беседу. Спасибо. Я напоминаю, что гостью нашей студии сегодня был директор департамента транспорта и дорожного хозяйства, администрации города Сочи Юрий Усачев. Спасибо огромное. Спасибо. Ну и вы смотрели программу «В курсе». Будьте в курсе всего того, чем живет наш город Сочи. В студии была Ольга Десятого. Всего доброго и до встречи в эфире. Сочи Юрий Усачев.